Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ «Новости Дагестана» в студии Патимат Гаджиева и коротко о новостях к этому часу. Очередное массовое отравление. В Гиргебельском районе госпитализировали 12 детей. Обращались даже к президенту, но лифт не заработал. В одном из домов Махачкалы инвалиды вынуждены ходить пешком. И о том, как детям провести культурный досуг во время весенних каникул через несколько минут. Очередное массовое отравление детей в Дагестане. В центральную больницу Гиргебельского района с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2 до 11 лет. Все пострадавшие были госпитализированы с 22 марта. Прокуратура республики начала проверки о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Напомним, это уже пятый случай массового отравления в республике с начала года. Практически во всех случаях причиной отравления стала загрязненная вода. Полицейские Дагестана задержали подозреваемую закладчицу тяжелых наркотиков. При личном досмотре 25-летней жительнице Махачкалы была обнаружена и изъята партия наркотического средства «Мифидром» весом 486 грамм. Наркотики подозреваемая извлекла из закладки и намеревалась распределить их на мелкие дозы для дальнейшего распределения бесконтактным способом. Девушка задержана, возбуждено уголовное дело. Поясните, пожалуйста, в связи с чем вы доставлены в здание управления наркоконтроля МВД республики? То, что я устроилась на работу, закладчица. А кто вам предложил эту работу? Где вы нашли эту вакансию? Есть бот, туда скинули. Что требуются работники? Снежная лавина сошла на окраине села Цаху Рутульского района. Заблокирована автомобильная дорога Рутул-Лучек-Джиных. Во время схода лавины засыпало три автомобиля. Жертв и пострадавших нет. На данный момент расчистка дороги невозможна, так как снежная масса продолжает двигаться. Отметим, что в лавиноопасный период необходимо соблюдать предельную осторожность и не выезжать в горные районы без крайней необходимости. Пенсионеры и инвалиды в одном из многоквартирных домов на улице Тахагоди в Махачкале вынуждены ходить пешком. В 2020 году на прямую линию президента поступило обращение от жителей дома. Они пожаловались на неработающие лифты. Моя коллега вместе с рабочей группой ОНФ разбиралась в ситуации. Джамал Удин Шейхов инвалид второй группы. Он проживает на девятом этаже и с трудом передвигается. Поэтому, чтобы выйти подышать воздухом, ему нужно проходить целый квест. По словам Джамал Удина, у него уходит более часа на то, чтобы просто спуститься. Полчаса надо спускаться, полтора часа надо подняться. Ну, час максимум. И ноги болят, еле-еле ходят. Это как он должен вот так ходить? За хлебом туда что надо ходить? Это нет еще соседей в ночевом. Я живу один, дочка помогает, приходит. Вот такие проблемы у нас, это больной вопрос. Помогите нашим лифтам. Также возникают проблемы по приезду скорой помощи. Врачам сложно подниматься с носилками на верхние этажи. А некоторым жильцам пришлось переехать. Так как ежедневно пересчитывать лестничные ступени трудно. Моя квартира на седьмом этаже, на первом этаже полтора года я на квартире живу. От того, что я не могу подниматься. Представляете? По словам жителей дома по улице Тахо-Годи, лифты не работают с 2019 года. Они отслужили более 30 лет, хотя срок их работы 25 лет. По истечении этого времени необходимо провести экспертизу и замену. Сейчас администрация города, представитель пришел, показал документ, где этот дом включен на 2021 год, на этот год, на замену всех четырех лифтов. Но это еще должно утвердить правительство Дагестана. После этого это уже будет как бы стопроцентный факт. По словам представителя фонда капитального ремонта, лифты должны заменить до конца года. План утверждает подрядная организация, а затем приступает к замене. На нее уйдет около двух месяцев. Региональное отделение ОНФ обещает проконтролировать вопрос. А пока же Джамалудину и другим жильцам дома придется подниматься пешком. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Республиканской клинической больнице произошел крупный пожар. Такова легенда учений. Спасатели МЧС провели навыки тушения пожара. По легенде, в службу пожарной охраны поступила информация о пожаре в одной из палат на четвертом этаже шестиэтажного корпуса. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание с последующим сильным задымлением. Создалась угроза перехода огня в коридор и соседние помещения. К моменту прибытия огнеборцев на пятом и шестом этажах еще находились люди. Спасатели эвакуировали всех. Всего в учениях были задействованы 62 человека и 12 единиц спецтехники. Действия личного состава оцениваются как удовлетворительно. Поставленные цели, задачи выполнили, цели достигнуты. В Зале Союза художников прошло открытие выставки молодых талантов. В экспозиции представлены многие жанры художественного творчества. Среди них живопись, графика, скульптура и прикладное искусство. Здесь строгие возрастные ограничения. Свои работы представили 46 студентов и выпускников художественных училищ и географических факультетов. Здесь есть свободные начления, свободные. Министерство свободно реализовало то, что назрело художникам. Это может быть пейзаж, может быть натюрморт, может быть сюжетные композиции. В экспозиции также представлены резьба по дереву, ювелирные изделия и скульптуры. Всего продемонстрировано 90 экспонатов. Каждый автор пытался передать эмоции и собственный взгляд на искусство. Кто-то хочет оставить след в истории, кто-то просто показывает свои чувства через работы, кто-то хочет запечатлеть настоящие, старую архитектуру или портрет. Для меня лично это мои чувства, мои переживания какие-то и то, как я вижу объект или композицию. Хочется показать именно свое видение. У школьников неделя отдыха. До 28 марта продлятся весенние каникулы. А это значит подготовка к новой четверти, помощь родителям по дому и спортивные секции. Но нужно оставить время и для приятного досуга. Именно поэтому многие театры представляют для ребят репертуарные спектакли бесплатно. Куда повезти ребенка, культурно развлечься, выясняла наша съемочная бригада. Кумыкский театр имени Олимпаши Салаватова часто организовывает досуг для учащейся молодежи и детей из зоны риска. Во время весенних каникул в театре показали, как во имя любви люди идут на бескорыстные поступки, стараются быть добрыми и выполнять обещания. Театральное представление «Аленький цветочек» по свету, музыке и драме покорило юных зрителей. Я очень люблю посещать театры. И это очень хорошо, что на каникулах можно не только на улицах болтаться, а идти на театры. Ну, у них очень супер костюмы. Мне понравилось, какие там были костюмы и такие вещи были красивые. Хочу ходить сюда часто на спектакли. Родители, педагоги и организаторы считают, что бесплатные постановки в каникулярное время необходимы, поскольку искусство есть лучшая панацея от радикальных взглядов, от плохого и настороженного отношения к миру. Я являюсь работником Центра дистанционного обучения детей-инвалидов. Очень благодарна, что нам предоставили такую возможность посетить театры. И это для наших деток очень важно. Дети с нелегкой судьбой – это дети-инвалиды, дети-сироты, дети, которые побывали в зоне вооруженных конфликтов, дети, которые, в принципе, испытывают недостаток любви, теплее внимания. И поэтому большое спасибо Министерству по национальной политике, делам религии и Кумынскому театру за то, что они проводят вот такую просветительскую работу, может быть, не столько им свойственную в рамках функционала, но делают это от души и для детей. Дагестанский театр «Кукол», который в этом году отмечает 80-летие, каждые выходные открывает двери для своего маленького зрителя. А 27 марта там пройдет праздничное представление, посвященное Дню театра. В ближайшие выходные, в субботу, будет показ премьерного спектакля «Синбад. Мореход». И в воскресенье будет показ премьерного спектакля «Волк и семеро козлят». Представление, как у нас всегда, проходит в 11 и в час. Вечерний показ спектакля 27 марта – это будет бесплатный показ спектакля. Но, как говорится, спешите успеть, потому что мы, конечно, будем соблюдать все требования Роспотребнадзора, и места в зале будут ограничены. Дети смогут сфотографироваться с куклами, пройти квест, поговорить с артистами и узнать тонкости работы бутафоров и художников-модельеров. Но главное – получить яркие и незабываемые эмоции. Ларьяна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Почти 600 детей-медоработников Кизлярского района приняли участие в театрализованном представлении «Ах, красная шапочка». Артисты Дагестанского театра «Кукол» показали популярную сказку в новой интерпретации. Акцию организовал профсоюз работников здравоохранения республики. По словам его председателя, регионального координатора проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Зумруд Бучаевой, Акция «Профсоюз детям» будет организована и в других городах и районах республики. Конечно, у нас в планах подобные выезды совершить в разные районы республики Дагестан. Нас ждут в разных уголках нашей родины. Но я думаю, что и в Кизляр мы будем приезжать тоже вновь и вновь. И к новостям спорта. Футболисты из Хасавюрта выиграли открытый кубок Хасавюртовской лиги в формате 5 на 5. В решающей встрече команда Катани взяла верх над Кубком ПСЖ из Мкачкалы. Сразу после игры чемпионам устроили коридор посчета. Торжественное закрытие турнира посетили именитые спортсмены и представители городской администрации и Муфтеатр Республики. Отметим, что футбольный праздник собрал 48 команд из разных уголков республики, а также из соседней Чечни. Помимо кубков, чемпионы и призеры получили медали и другие памятные призы. В Дзербенте стартовал турнир по мини-футболу на призы Муфтеатр Дагестана. В чемпионате принимают участие 40 команд из разных городов и районов республики. В первый и второй игровой день определились лучшие команды в своих группах. Теперь они поборются между собой за звание стать чемпионами турнира. Это не первое мероприятие, то, что касаемо Муфтеата, то, что проводят у нас в городе. Очень много мероприятий, им большой баркала. Хотел бы пожелать, чтобы вы играли без травм. Я знаю, футбол – это азартная игра немножко. Поэтому в этот момент не стоит забывать, братья, что в первую очередь мы мусульмане. И кто такой мусульманин? Мусульманин – это, как сказал посланник Аллаха, алейсалату ассалям, человек от вреда языка и рук, которые сохранены остальные люди. Игры проходят на полях стадиона колледжа народных промыслов и туризма города Дзербент. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.